В усиленном режиме работали спасатели региона все новогодние праздники. Однако не обошлось без трагедий. Зарегистрировано 26 серьезных пожаров в жилых домах. Из огня спаслись 7 человек. Так вечером 1 января горел дом на улице Московской в Липецке. По словам очевидцев, пожарный расчет прибыл на место в течение двух минут. А в Георгиевском храме села Малей Грязинского района рождественскую службу из-за неисправности сорвал обогреватель. Пожар в церкви потушили прибывшие бригады МЧС. Обошлось без жертв. За время новогодних каникул удалось не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, за праздничные дни у нас пожароспасательные подразделения на пожары и загорания выезжали порядка 140 раз. В которых, к сожалению, один человек погиб, 7 человек пострадало. На водных объектах у нас происшествия не зарегистрированы. Взрывы петард и залпы салютов. Самой громкой и яркой за все время каникул стала новогодняя ночь. Но в отличие от прошлого года, от пиротехники липчане не пострадали. Во многом благодаря специальным площадкам для фейерверков. Только в Липецке их оборудовали более 20. Все мероприятия проффактически проведены. И на каждом объекте, где было разрешено запускать пиротехнические изделия, дежурили наши сотрудники. Мероприятия также в праздничные были взяты на контроль. А это порядка 300 объектов. Единственный несчастный случай за все каникулы произошел с гостем из Москвы. В ночь с 1 на 2 января его доставили в областную больницу с ранением глаза. Травму пострадавший получил из-за неосторожности при запуске фейерверка во дворе частного дома. В усиленном режиме работали не только пожарные. Все новогодние каникулы инспекторы ГИБДД выявляли нетрезвых водителей. В этом году их оказалось не так много. Всего 23 человека. Хотя еще в прошлом году, в первую неделю января, полицейские задержали более 50 липчан в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. За время выходных произошли и ДТП. Есть несколько серьезных. Пожарно-спасательные подразделения выезжали и реагировали на 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых также, к сожалению, погиб один человек. В общем и целом ситуация на дорогах была стабильна. Усиленные наряды ГИБДД в этом году выявили около 1200 нарушителей. Большинство были не пристегнуты и превышали скоростной режим. Дмитрий Курмаков, Валерий Фаустов. Липецкое время.